Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Я приехал в центр Днепропетровска. Сейчас на остановку Серово. Тут театр находится. Сейчас пойду. У меня сегодня Золушка. Принца надо спеть. Один спектакль. Уже устал, как собака. Эти спектакли. В общем, вчера такая новость. Я у этого видео снял про суши. И мне Надя Павлова есть в Майами. Девушка. Она мне присылала посылку. И вот она дружила тоже с одной зрительницей. Это Лидия Романова. Кто знает, может быть, я вот тоже в трансляции когда-то говорил, что у нее инсульт был туда-сюда. Я так надеялся, что она выздоровеет, но она умерла. Сегодня ее хоронят в Москве где-то. Отпевать будут. В общем, она была пришла в себя после инфаркта. То есть инсульт, по-моему, был. Инсульт, да. Пришла в себя, в общем, туда-сюда. Она такая была, знаете, здоровая женщина. Ну, как здоровая. Она такая, как Зыкина была. Такая большая женщина. Такая вот и внешность. Они даже дружили с Зыкиной. Мы с ней переписывались тоже. Она тоже мне присылала посылку. Если кто помнит, такой плед красивый, такой, знаете, блестящий плед. И поднос такой с мягкой штучкой с ручками, с котами там. В общем, вот это мне присылала когда-то. Осталось только страницы, знаете, в Одноклассниках, ВКонтакте. И даже некому эти страницы закрыть. Вот так был человек, осталась одна соцсеть. Она всегда вот защищала меня всегда в комментариях, в личку мне писала СМЛ. Там, ты молодец. Вот не давай повод, да, ты там, ты так. Ну вот, хорошая женщина. Очень хорошо ко мне относилась. И со многими она сдружилась. И многие мне писали вот письма, что мы благодаря тебе с ней подружились. Она хорошая женщина была. Конечно, так вот устроена жизнь. Я вчера тоже так расстроился. И плакал, короче, сидел дома. Ну а что сделаешь? Вот так она, знаете, жизнь устроена. Никуда не денешься. Жить вечно не будешь. Просто теперь я еще знаю, что и такое бывает. Знаете, что вот еще и зрители умирают. Сейчас пойду куплю такие. У нас картонные коробочки продаются с печеньем. Ну там по 2 килограмма или почему-то конфеты. Прежде управления сейчас напишу, чтобы они вспоминали. У нас заходятся лифты, там расписываются. Обычно туда приносят. Сейчас тоже беру. Сейчас еду в маршрутке. Значит, стояла женщина возле детей. Стоит в проходе. А женщина вторая хочет пройти. Ну и та, и та такая полноватая. Говорит, ну дайте пройти. Она говорит, ну проходите. Я вам что-то говорю. Ну вот сядьте, вот же место есть. Говорит, что вы стоите, мне же пройти надо. Та вышла, а та в маршрутке дальше значит. А вот проблему создала. Ну она подруги стоила. Говорит, у нас с детьми ехала и с подругой. Говорит, вот проблему создала. Стою я и в проходе. А та ж уже вышла, а женщина, что говорит, дайте мне выйти. Говорит, та говорит, та что там ты на ней... Да я ее уже прокляла. Фу, думаю, какая же ты дура. Что ты вот это при детях, вот это, говоришь, прокляла. Какая же ты дура, что у тебя три жизни. Дура ты-то и все. Пустоголовая. Я уже прокляла. Тьфу. Что за люди, вот смотришь, и знаете, вот так вот жалко, знаете, кого знаешь, что так вот, ну как-то по отдельности людей. А в массе, когда смотришь, поубивал бы всех, что в твоем теле. Вот что это за люди? Ну что это за люди? Прокляла за то, что та ей сказала, дайте пройти, я не могу пройти. Ну правильно, что ты проходит слишком, когда место есть. Даже ей ничего такого не сказала. В общем, я приехал к себе на свою сторону. Хочу показать, как Днепр замерз. Замерзла, но она уже тает. То есть, вот это, если ты туда наступишь, ты провалишься. Вот там вот дальше уже вода, а вот тут вот такое замерзшее. Но он, мужик, что-то стоит посреди реки. Наверное, рыбу лого. Такой Днепропетровск. Зашел с утра на работу, зашел в магазин, такой ящик печенья, такой, ну у нас там килограмм или полтора продаются, такие прям ящички. Я положил туда в режу управления за упокой. В общем, это, кстати, вот Лидия Романова, я тоже помню, я Леша тоже рассказал, что, говорю, вот женщина умерла. Она ему делала, такое мне делала, поздравительные видео, такие, как, знаете, с открытками, там такие меняющиеся открытки на видео в Ютубе. И она Алексею такую делала, тоже открытку. На 30-е число мы были в Польше, она ему присылала такую вот эту вот женщину. Так что, царство небесное, сегодня ее похоронили в Москве. Вчера пошел покупать на суше ингредиенты. Тоже такие люди беспардонные. Значит, стоит мама с дочкой, ну уже в возрасте, дочка лет, наверное, 40, маме не знаю, сколько. Ну, по-моему, лет 40, дочке, не меньше. Может, 20 способов. Я не знаю, наверное, больше. Такая здоровенная, два зуба, вот так, третья шапка, такая, на пекре, не маманя и дочка одинаковые. Значит, стоять, ой, узнал, и мы вас знаем, да, здравствуйте, а шо вы тут робите? И так смотрят, а шо вы тут робите? Я говорю, ну, в магазин зашел. И давай меня расспрашивать, а где ты работаешь? Я говорю, вообще-то я ж, ну, из Днепропетровска. А, ты из Днепропетровска, да, а я, вот спросили одно, тебя не дослушивают, говорят другая. Я говорю, да-да, у тебя спектакль, да, ой, а можно там я с контромарить? Вот, вот, чертишот, ты смотришь, что за люди, ты хочешь что-то сказать, зачем вы тогда спрашиваете? Что-то спрашивать, потом, значит, вот, насколько есть, вот, беспардонность, такая, бестагность, слезть туда куда-нибудь, а жена у вас есть, она пытается, мама, она смотрит, а жена у вас есть, а та такая, смотришь, ага-га-га, мама, а что ты такая, а у меня есть дочка, как живные двое детей. Ой, я вот это стою, знаете, ну, я стою, как, конечно, я мог бы гыркнуть, так, сказать, останьте, я занят, и пойти, я могу так сказать, если меня разозлить, если разозлить еще больше, еще хуже, могу сказать, ну, значит, я так стоял уже, не улыбаться не хотелось, я дочка там что-то смотрю, она, а что так на меня смотрит, хэкая, мама стоит рядом, глаза горят уже, нашли сегодня хат для дочки, вот такое впечатление. Я стою, я стою, я работаю, ой, да, а вы в театре, а где вы работаете? Я же говорю, я в театре, а что на кулинарию не пешел, да, ну, а что там экстр, я говорю, а где ты есть, вот это все в кучу, понимаете, как это называется, это без пардона, еще без культуры, я не понимаю, что это такое. И, значит, еще в конце я говорю, дайте нам телефон, она дочка, я уже раз давал телефон, потом звонять, среди ночи, значит, говорит, дайте нам телефон, говорю, вы знаете, я никому телефон не даю, потому что, я так устаю, но я уже не стал, знаете, говорит, отвалите от меня, не дай мне ничего, я ходил так сказать, но потом думаю, ну, неудобно, люди скажут, ой, что за свиня, вот такая звезда, зажрался, я говорю, вы знаете, я так устаю, говорю, я не могу ни с кем просто разговаривать, поэтому я не даю никому телефоны, ни с кем не общаюсь, лишний раз трубку не снимаю. Они, значит, говорят, да дайте мы будем, когда будет выходной, мы вам будем звонить, когда вы не на работе. Я вот так стою, знаете, тут, что мне делать было? Я так стоял, стоял, развернулся, вот так и пошел, и пошел себе молча. Ну, что я буду делать? Буду людям доказывать, зачем. В общем, так я расстроился из-за Лиды Романовой. Спасибо Наде Павловой, что написала мне вчера, потому что я там с женщинами переписывался, еще когда она в больницу попала, я там ей писал в одноклассниках, и там, то есть, и люди мне писали, что, ну, уже она пришла в себя, там, говорит, уже по скайпу разговаривали, уже стало лучше, речь возвращается, вот, а потом умерла, мне никто и не сказал. И вот это спасибо хоть Наде сказала, а то я ты не знал. Так что, надо беречь. Береги, не береги, у тебя сегодня шел, что беречь, что ты будешь беречь? Я ко мне веду, что у тебя сегодня шел, нес пакеты с игрушками, Алексею отдавать. Иду, и, знаете, так поскользнулся, прям, сейчас у нас, как снег, оно стало, таять, и стало скользко. Я так поскользнулся, что просто, вот так вот, нога туда, рука в другую сторону, и почка чуть не разорвалась. Ну, почка же посередине находится, и она как-то так защемила, то есть я как дернулся, вот так, в разные стороны, одна нога туда, нога как-то так, рука туда, ой, и у меня в почке аж квахнуло, там что-то, я думаю, блин, сейчас и почка выпадет. Интересное место. Вот так вот берешься, Леша тоже сегодня шел, рассказывает, я так упал, ударился, я лежу, как-то под турникетами во Франции, не могу встать. Вот так вот оно, идешь, и упал, и до свидания. А люди то проклинают след, то живут как-то бестолковыми такими вопросами, тебя закидывают, ты идешь, тебя занят, зачуханный, тебя, ну, увидели, увидели, ну, поздоровались, да, все нормально, все хорошо. Нет, надо дать тебе телефон, вот дочка двое детей. Ой, господи, прости. Иногда, знаете, так не хочется, вот ни с кем, никого видеть не хочется, ничего слышать не хочется, приходишь домой, все, тишина и спокойствие, вот что хочется. Звонить они будут. Что мне эти звонки надо? Я сейчас вообще трубку не беру, мне незнакомые номера звонят, а трубки не снимаю, потому что, ну, зачем оно мне надо? Мне по работе звонят, у меня голова кругом идет, от этих звонков телефонных, а тут я не отвечаю, не обижайтесь, потому что я, я живой человек, и мне надо свое пространство и свое время, для себя. Я тоже, когда-то дал телефон, кто в метро едут, дашь телефон, дайте телефон, ну, как-то неудобно, люди сидят вокруг, ой, дайте мне ваш телефон, я взял дурак, дал телефон там, несколько раз так было, потом звонят, ой, будьте папой нашим четырем детям, чисто с приветом, знаете, а мамой не будь, папой, знаете, как систья моя одна, будете сосать ей паучи, буду мамой, черт пишу, есть люди, знаете, пишут, бывают люди, посмотришь, вот тебе человек написал, поздравил тебя с Новым Годом 2014, потом с Днем Рождения, а потом с Новым Годом 2015, потом 16, вот, все, человек больше тебя не трогает, не тревожит, но там вот тут мужик сидит, на, прям на каком-то бревне, на чем он там, посреди реки, так провалывается, и до свидания, в холодную воду, лаза рыбу лова, и он там тоже мужик, вот это с моста у нас машина сорвалась, вот в самом-самом конце, вот аж вот здесь, вот я отвел, чтобы вы видели, аж вот так вот, то есть уже у самого берега, говорят, даже на дно встала машина, даже она не утонула, просто люди разбились, да и все уже, пока долетели уже, до свидания, ну вон, хода, бачь что, хода, став пешок, вот что ты шляешься, сейчас сытается, провалываешься, и будешь в жизни подарок сделать, ты не можешь, три рюкзи в трусах выловлять, так что все, сказал все, что хотел, сегодня не хотел никакое видео снимать, хотел отдохнуть, вот это решил, знаете, я тоже не могу, знаете, не все же егага, вот есть такие ситуации, когда вот я, хочется рассказать, и о том, и о другом, ну знаете, вот тоже привыкаешь к зрителям, там кто-то мне там сказал, ой, я принес там, положил лечение, говорю, ну записку написал, имя, и до романов написал, а там мне, одна сказала, говорит, ой, а что ты, будешь вот так всех поминать, у тебя много зрителей, чертишу, кого буду знать, буду поминать, ай, живу, сто лет, все, пока, подал Алексею игрушки, здравствуйте, мои хорошие, мои погани, да, мои хорошие, так, все, я так счастлив, мне тут, очевидная, посылка, я вижу старину, и спасибо большое, за современные игрушки, фигурки современные, тоже очень красивые, он сам был мне, мне вот слюны, в такие фигурки, я себе выбрал, я себе выбрал, обезьяну, обезьяну, ой, я хотел себе взять, знаешь, бабу-ягу, снегурочку, и Деда Мороза, так надо было и брать, ну зачем, получилось бы у кого-то два казака, поэтому я уже так всем показал, они одинакового цвета шаровары, ну какая разница, ну давай тебе три казака дадим, тебе понравилось бы, понравилось бы, вот уж, так что да, спасибо большое, за современные фигурки, они тоже очень интересные, тут даже люди, непричастные, коллекционированию, говорят, красиво, да, Игорь Вовенко, и большое спасибо, огромное спасибо, за старые игрушки, вот в особенности, тут домик такой, по-моему у меня такого нет, вот такой космонавт, грибочек он там, проволокой за шею привязанный, вот тут такая игрушка со снежинкой, грибочек, прожектор, я одну разу леков, только что не чая, спасибо большое, спасибо огромное, всех с наступающими праздниками, с наступившим, прошедшим, со старым Новым годом, будьте здоровы, счастливы, спасибо. Кстати, Леша умерла, знаешь, что Лидия Романова, это женщина, которая когда-то в Польше, это зрительница, ты был в Польше, она на день рождения, помнишь, тебе сделала такую, ну ты понял, да, кто? поздравления, видео, видео, поздравления, с днем рождения, там такие вот слайды, с моими фотками, ой, или там, соболезную, так жаль, вот ходишь, ходишь, не знаешь, когда тебя подстерегает твой смертный час, царство небесное, я там, кстати, печенье положил, в Решске, зайдешь, возьмешь, в общем, вот это Оля из Германии принесла, привезла, ой, прислала, это вам на чай пить, чтобы ты не распил дома, нет, даже не открывал, почти, что-то ты порвано, ничего не порвано, я только что тут прям открывал, Леша, привет, 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 я твою натуру знаю, не знаю как, но ты меня обманываешь, это мы с Лешей, я чуть-чуть погрубей говорю, Леша, в Польше продукты купим, считаем же, чтобы пополам разделить, Леша говорит, не знаю как, но ты меня обманываешь, я не знаю как, но мне кажется, что ты меня обманываешь, но не знаю как, да, класс, вообще такое, это милия, это необычное, да, что-то в этом есть, и вот эти вот большие, такие, да, кстати, да, эти, конечно, красивые, я так старался, думаю, тебе дам Дед Мороза и Снегурочку, хотел себе, потом отложил, думаю, не, что-то, приходит, я говорю, там Баба Яга, как, ого, ого, я хочу, все, дайте мне, коб я выбрал, ха, 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 Субтитры сделал DimaTorzok